Аплодисменты 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 Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что всё в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтоб захотеть спать, надо принять таблетку. Чтоб захотеть любить, принять таблетку. Чтоб любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку, спасибо, таблетку, чтоб появилась бодрость. Таблетку, чтоб пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтоб не забыть принять таблетку. Теперь всё в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье! Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю! Наши люди... Очки сейчас отяну. Ну, что делать? Важно, чтобы между мной и текстом, кроме очков, никто не стоял. Только очки. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха. Чтоб водка окружала что-то красивое. Теплоход, река, Италия. Или футбол. Чтоб вокруг раздевались мужчины и лилась вода. Это баня. Или раздевались женщины и лилась вино. Это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины. Или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. При переходе на импортозамещение, мне вспоминается одесская швейная фабрика имени Воровского. Их изделия подчеркивали фигуру. Толстых толстили, худых худили, кривых кривили, хромых хромили. Эти пальто вызывали огромное сочувствие к тем, кто в них находился. Но приучали нас к правде. Спасибо, ребята. Еще одно одесское. Как пройти к привозу? Ну, я же одессит. Я все время пишу об Одессе. Как пройти к привозу, приезжий? Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же? Идите обоцать. Я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Когда столько народу в Одессе приезжий. Где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной. Я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной. Не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий. Он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный? Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, что ты стоишь. Он немец, она русская. Общается по-английски. На нем оба говорят плохо. Поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа поем матом летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа поем матом летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтер исчезняется. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. То правильно ответит, тому дают жетон. То наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же не берут? Да путанят потихоньку. А молодежи. На моей площадке молодая собака. Бодро вытянула старушку на поводке из кухни. Затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны. Потянула куда ей надо. Тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы. Бегали знакомиться. Лаяли на чужих. Отдались безобразному облезлому псу на пустыре. Все перевидели, все пережили. И побежали домой перекусить. Мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другую хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых умных. Из умных твердых. Из твердых порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых талантливых. Из талантливых умных. Из умных кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых верных. Из верных умных. Из умных честных и долго живущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых. Из красивых умных. Из умных нежных. Из нежных верных. И терпеливых. И терпеливых. До свидания. Спасибо. Михаил Жваневский. Витя, зрители тоже приняли таблетки, радуются. Михаил Жваневский. Граждане, человек стареет снизу, поэтому следите за низом, а вверх как-нибудь сам сориентируется. Эпиграф. Мой совет, не переживать по поводу чепухи, а по более серьезному поводу уже поздно. Как приятно писать, когда тебя слушают. Ничего не делал ради популярности. Всю жизнь хотел высказаться. И высказывался. Грамотно или безграмотно, но всегда четко и бездоказательно. А провернуть то, что я говорю, очень тяжело, ибо оно бездоказательно. Все это ненаучно, все это нефундаментально, все это висит в воздухе, но кто-то этим дышит. И я иногда по выдоху определяю. Мой употреблял. Тот из тех зверей, что лезут легко вверх, а вниз этим же путем никогда будут сидеть на дереве, выть, завывать, голодать, но не спускаться. Два дня такой тип будоражил весь двор. Спасла Танька с риском для жизни. Влезла. Этот паразит полез еще выше. Ее раскачивало, как грушу. Она его за хвост. Он порвал на ней кофту, истрапал руки, шею, отряхнулся и снова полез наверх. Вот такие сволочи там наверху. Есть три пути развития. Первый путь – стоять на месте. Второй путь – лежать на месте. И третий наш путь – лежать на правильном пути. Когда знаешь, как, умеешь, но уже не можешь сам, ты тренер. Когда знаешь, как, не умеешь, не можешь сам, но можешь научить, ты профессор. Когда не знаешь, как, не можешь сам, не можешь научить, но можешь наказать, если сделают не так, ты президент. Выступала жена, сказала тост о муже, как она ему благодарна за все. Выступил муж, стал говорить речь о жене, за что он ей благодарен. Я не выдержал, закричал, как вы можете. Тогда выступил муж и сказал, тост за Мишу, который не терпит фальши. Маленькие такие. Для нас хорошая водка, успел сказать он. И это были его последние слова. Сынок, не подпускай себя к ней. Посмотри, сколько костей вокруг нее. И все человеческие. Точно. Сегодня я буду немножко говорить о старости. Старость – это бесконечная проверка змейки брюк. Хотя внешней угрозы никакой. Каждая женщина, я довольно много времени провел в конструкторском бюро. Я уже знаю, о чем говорю. Каждая женщина состоит из двух половин. Над столом и под столом. Бывает, две половины показывают разное время. Нижняя лет на пять-шесть меньше. Иногда верхняя от другого человека. Вверх такой тоненький, низ сталинский, каменный, от девушки с серпом, на котором долго стояла вся страна, в том числе мужик с молотом. То есть верх для президиума, низ для опоры. Как говорила моя знакомая, тренер по художественной гимнастике, Михалыч, это попка не для гимнастики, это попка для жизни. Но лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, это мини-юбка над столом. Вот это фуршет, сказал я своему другу. Ты видишь, как юбка колеблется над винегретом. В общем, таким я хотел бы быть. В Одессе, в Одессе, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока молчу. Он обратился к пьяному, тоже в Одессе. Я правильно иду? Волнуюсь, черт возьми. Вот, вы думаете? Там стоишь, когда не начинается, не начинается, не начинается, ты уже как конь застоявшийся. Ты уже напролом, куда попало, лишь бы выскочить на сцену. Вот, пока я приду в себя, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный? Вот, я у вас хотел узнать. Ну, все, узнал, иди. Вот, вот я бы хотел. Михалыч рассказывал мне, акробатка цирковая. Ну, цирк, вы знаете. На полгода они садятся, полгода они живут в общежитии, три концерта в день, репетируют ночами. Михалыч рассказывал мне, акробатка цирка, что мы только не делали у себя в цирке. Половой акт, стоя на роликах. На лошади. Он ложится на лошадь, она сверху, а третий гоняет лошадь по манежу. Михалыч, а на трапециях раскачивались и попадали друг в друга. И квалификация, и удовольствие. Он делал сальто и попадал. Рис, конечно, большой, но это же цирк. Готовили номер к Парижу, не пустили. Но в книге рекордов этот номер есть. Михалыч, как я любила цирк. Рассказы, кстати, документальные, я выдумывать не умею. На коньяке я могу выдать две-три мысли в час, одну остроту в десять минут, на водке три-четыре претензии к правительству и один вопрос к Думе. Откуда они? На сухом вине до изжоги успеваю помрачнеть. Очень скверно обо всех подумать. На шампанском несут чушь довольно далеко и долго. На шампанском с водкой и борщом баршрут короткий. Стол, стул, пол, стул, 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 стул. Постель в чужом доме в одежде и в носках. Поиски туалета ночью и страшный испуг от своего ночного отражения в трёх зеркалах. Коньяк распускает руки, ищет коленей, но держит разговор. Две-три шутки за двадцать минут сохраняет адекватность и умеренный оптимизм. Окрашивает жизненный горизонт в радужные желтоватые тона, то есть добавляет в московский вечер заход солнца. У нас во дворе. Ты такая маленькая, маленькая девочка лет двенадцати. Соседка, ты такая маленькая, ты почему? Ты нагрубила. Ой, идите вы, тётя Роза, кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет? У меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерать? Меня как разобьёт паралич. Ничего, тише будет во дворе. Физкультура продлевает жизнь человека на пять лет, но эти пять лет надо провести в спортзале. Или, как сказал мой друг Шуров, всё-таки говорит, лучше в спортзале, чем в гробу. Не уверен. Наш богатый русский в Гонконге сел на рикшу и того оглоблями подняло в воздух. Где он и перебирал ногами, пока пассажир его не пожалел. Вот это о мужчинах. Его маршрут был прямым, как стрела. Он женился, строил и уходил, в чём был. Квартиру, коттедж, дом. Таким я его и застал. Вернее, настиг. После третьей жены, живущей в третьем доме, он был даже без чемодана. Строительная каска и всё. Настоящий мужчина. Коктейль. Две части вермута, три части джина. Добавить льда, тщательно перемешать, выпить и позвонить по телефону плюс семь девятьсот три, три семьдесят шесть, семьдесят шестьдесят восемь. Если никто не ответит, взять рюмки коньяка, один желток, кусочек лимона, влить всё это в стакан спирта, перемешать обгорелой щепкой, всё это принять за два часа до сна. Во-первых, сон наступит мгновенно. С ним забудете, почему не ответил телефон плюс семь девятьсот три, три семьдесят шесть, семьдесят три, шестьдесят восемь. И почему вы вообще туда звонили? И главное, полностью отпадёт необходимость в завтрашнем дне. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Я по-прежнему буду говорить так вот непонятно, но здорово. Ребята, мы перестали смеяться частным образом. Вот шестого он приедет и нас рассмешит, а он-то смеётся от нас. Вначале мы этим смешим его, а потом он этим же смешит нас. Я когда-то страшно смеялся на похоронах от того, что было много народу, и все старались быть печальными. Вот тут я хохотал и острил, это абсолютная правда, хохотал и острил потрясающе. Высочайшее кладбищенское вдохновение. Сейчас даже похороны стали печальными. Ну, дни рождения, само собой. Дни рождения на самом деле похороны и есть. Все глядят на именинника, как на покойника, и он встречно глядит там же. То есть он как бы видит свои похороны. Слова те же и выступающие. Начальники давно перестали веселиться. Их надо сначала отвлечь от нашего тяжелого положения, потом увлечь, потом развлечь нашим же тяжелым положением. Хорошо веселится армия. Тихо слушают, громко хлопают. В гробовой тишине громовые овации. Что они там слушали, с кем перепутали, кого им объявили, неизвестно. Свободнее всех зэки. В нашей стране во все времена зэки всегда свободнее всех. Если нам нечего терять, то они потеряли и это. И хохочут, как ненормальные. А если на сцену вышла женщина, успех такой, то и сразу видно, что они потеряли. Милиция сидит тихо и смотрит пытливо. Это он про кого? Кто-то захохочет, все на него посмотрят, он пар раздернется и перестанет. Большие начальники смеются быстро и глазами показывают. Качай, слушай, за столом доскажешь. И пошло главное. Что у тебя с рукой? Ты почему не наливаешь? Застольная стременная контрольная. Мужчины стоят, женщины до дна. Выпьем за ПЗД, то есть за присутствие здесь дам. По часовой за каждого, против часовой за всех. О, прокурор пришел. Вася, прежде всего, друг. Пять лет все праздники только до дна. Не помнит дверь свою, но дружит до конца. Анекдоты пошли. Один расскажет, второй расскажет. Остальные замолкают, пытаются вспомнить свой анекдот. В конце и смеяться некому. Каждый вспоминает свой анекдот. Англичанин, русский, чукча и еврей все вернулись из командировки. У каждого жена лежит с любовником. То, как англичанин выстрелил, остальные переждали. Особый хохот ночью на улице. Ночные бабочки, поменявшие комсомол на тротуар. Ночные бабочки, поменявшие комсомол на тротуар в ожидании. Мужчины, как говорит прокуратура, мужчины возбуждены, женщины осуждены. Мужики волнуются, чем дольше копил, тем больше выбирает. Но сумерки, они в полутеме, хитрые козявки. То есть очертания четкие, а возраст не проступает. Возьмешь фонарь, получишь возраст. Если долго копил, будешь расстроен. То есть опять жена будет лучше. Вот что противно. Так я насчет веселья, граждане. Дайте я поставлю себе микрофон. В соревнованиях с молодежью тут начинаешь так суетиться. Лучше выступать одному. Так я насчет веселья. От того, что мы хмурые, жизнь лучше не стала. А еще мы хмурые. Слезы настолько не влияют, что можно перестать плакать, хуже не будет, а глаза, наконец, отдохнут. Как жизнь хреново и улыбнулся прославленной отечественной однозубой улыбкой. Пора понять главное. У нас в России легче быть счастливым, чем довольным. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, ввиду того, что хмурые лица на жизнь не влияют, а юмористы приезжают только на два дня, смеются все. И не путать настроение с самочувствием. На шести костылях. Вот с таким синяком, с дурным дыханием и вот с таким настроением. Большой палец есть? Ах, пальца нет? Тогда согни руку в локте и покажи всем. Наши тебя поймут, а не наши наймут переводчика. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Чиновник, всегда помни, что ты взяточник. Когда тебе об этом напомнят, поздно будет. Еврей, всегда помни, что ты еврей. Когда тебе об этом напомнят, поздно будет. Бизнесмен, всегда помни, что ты мог уехать из этой страны. Когда тебе об этом напомнят, хрен ты отсюда уедешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Политик, всегда помни, наши люди пьют только из чувства протеста. Как только пить перестанут, ты не спасёшься. Сынок, всегда помни, чей ты. Когда тебе об этом напомнят, не знаю, как тебе, а мне будет очень приятно. Спасибо за внимание. Мои привычки. Спасибо, мои привычки. Я лучше всего знаю себя, но когда я пишу о себе, как-то получается, что касается всех. Есть одна вредная, хочу выпить. Есть вторая вредная, могу выпить. Третья вредная, пью. Что мешает стать алкоголиком? Четвёртая вредная привычка, трусость. Пятая вредная привычка, ношу одно и то же, до полного и сливания на теле. Четвёртая вредная привычка, покупать на размер меньше в расчёте на похудание. Затем дарить с проклятием худым. Седьмая вредная, покупать новое, а пользоваться старым. Восьмая вредная, долго привыкая к мысли, что это надо сделать, долго отвыкая от этой мысли, приговаривая, Эх, надо было это сделать, всё-таки. Последняя, знаете, сейчас будет абзац, не относящийся к этому никак. А ей нужно было громче сказать, чтобы я снял руку с её колена. Не слышу ни черта той стороной. Дальше. Из полезных привычек. В ресторане не торопиться платить за всех, как-нибудь рассосётся. Очень полезная привычка до беседы с врачом поговорить с его больными. Очень красивая привычка молча вдвоём пьянеть. Молча вдвоём, глядя в глаза друг к другу. Та, с кем это можно сделать, вас не забудет. Из бесполезных привычек. Пунктуален. Не злопамятен. Хотя память хорошая, и долго помню того, кто это сказал. Уже давно живу на внутреннем кругобороте. То есть высказываюсь и обдумываю то, что высказал. Никого не цитирую, поэтому наружный воздух не поступает. И последнее. Своими руками прикрутил огонёк, чтобы его хватило подольше. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание, Юрмала. Я всегда ваш преданный поклонник. Михаил Звоневский. Михаил Звоневский. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Приятно. Приятно выступать, когда тебя понимают. Как страшно смотреть, когда муж идёт за женой и говорит, ну я же пошутил. Страшнее этого нет. Я же пошутил. Она говорит, ну-ка, повтори, что ты сказал. И это где-то на второй, на третий день. От повторов это становится ещё хуже. Она говорит, ну теперь ты понимаешь? Он говорит, ну всё-таки я пошутил. Поэтому какое счастье, когда тебя понимают. Коротенький перечитатель, который мне больше всего нравится. Я тут заболел и долго не пил. Не помогло. Из тех языков он не знал ни одного приличного. В аптеке в Одессе он поймал. Я читаю мелкие случаи, потому что в этой ситуации только так. В аптеке поймал меня старичок в Одессе. Они сейчас такие крепкие. Взял за руку, держит. Стойте, стойте, стойте. Вы же этот. Ну вы же пишите этому. Ну напомните мне. Ну вы ещё с этими всё время. И этот тоже с вами. И вы ещё с этими выступали. Так это вы? Я сказал да. Ну вот я же помню. Количество водки в организме, величина постоянная. Не пьёшь, не пьёшь, напьёшься. Не пьёшь, не пьёшься. Прославленная фраза. Что наша жизнь? Свет в конце тоннеля есть. Но тоннель, сука, не кончается. Из-за соседнего стола в ресторане. Водочку вашу можно на минуточку? В драке участвовал весь ресторан. Главное, что мы потеряли, с уходом социализма и не приходом капитализма, мы потеряли знакомые лица. В СССР не было тусовок, не было толп, были очереди. Главная просьба в очереди. Молодой человек, запомните меня. Пожалуйста, я отойду. И вы, женщина, запомните меня. У меня ребёнок, мне нужно. Ну-ка, дайте я на вас посмотрю. Всё, идите. И ты, девочка, запомни меня. Хорошо, хорошо, я вас узнаю, только вы не переодевайтесь. Один просит, второй напоминает, третий запоминает. Через 20 минут... Это я. Я здесь стояла за молодым человеком. Да-да-да, помним, становитесь. Куда она становится? Я не помню её. Она стояла, я помню. Я стояла. Стояла она, подтверждая, мы её запомнили. Потом идёшь по городу, здрасте, здрасте. Помним, помним. Откуда я вас знаю? А позавчера за мясом в 6 утра. А кто вам очередь за молоком держал? Вот спасибо. Говорят, завтра в 2 часа парное мясо. Всё договорились. Я, по крайней мере, говорю об Одессе, где это всё было страшным дефицитом. Мне тётка говорила, я посылаю тебе парное мясо из Москвы. Но чтобы оно не испортилось, я его замораживаю. Поэтому я опять жрал мороженое. Если кто хочет обратно в Советский Союз, я им всё это говорю. Так, договорились. Кто раньше занимает, тот для всех занимает. Как вас, кстати, Ольга? Я Михаил. И что получалось? Во всех скоплениях знакомые лица. Без риска можно улыбаться, без риска друг к другу. Можно без страха протянуть руку друг к другу. Было столько поводов для сближения, а значит, для простой человеческой близости и сочувствия. Весь низ в СССР, весь низ до нижней половины верха жил одинаково. Спал, ел, пил, танцевал и одевал одно и то же. И мечтал об одном. Хорошо пожрать и свалить из этой страны. Эти мечты превратились вот в эту жизнь. Жизнь без мечты, без планов, без влётов, без любви. Сегодня. Хотя, я думаю, мы просто торопимся. Мы не знаем, о чём мечтать. Потому что есть ещё третья жизнь, которой живут все. А эта, которой мы живём сегодня, дорога к ней. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё одна маленькая фраза. Ой, мне вообще нравится наш язык. Вот спрашивается, почему я тебя не забуду звучить любовно, а я тебя запомню. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вы знаете, то, что нам предназначено, называется судьба. То, что у нас получилось, называется автобиография. АПЛОДИСМЕНТЫ Там, где они сходятся, в тех точках, получается успех. Спасибо за внимание, Юрмала. Я всегда ваш преданный поклонник. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Я начинаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Китайцы в мире заменили евреев, и еще остался миллиард незанятых. АПЛОДИСМЕНТЫ Воображение отказывается работать, мозг отказывается считать. АПЛОДИСМЕНТЫ Самый высокий человек мира китаец, самый маленький тоже китаец, лучший скрипач китаец, гимнаст китаец. Количество и качество китайцев плюс их работоспособность растет. Мы сбились на краю земли и ждем, когда нас столкнут. АПЛОДИСМЕНТЫ Китайцам бессмысленно учить иностранные языки. Мы заговорим сами. АПЛОДИСМЕНТЫ И будем шептать друг другу ночами. Представляешь, оказалось не так сложно. АПЛОДИСМЕНТЫ И песни мелодичные, и иероглифы простые, и люди, главное, доброжелательные. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот те, кто в нашей квартире живут. АПЛОДИСМЕНТЫ И угостят, и одолжат. Нет-нет, ты же знаешь, я всегда был против. Но теперь в нашем положении китайцы лучше многих фундаменталистов. Я даже думаю вступить в КПРФ, то есть Китайская партия Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Я стал хуже слышать, хуже видеть. Так ты что, стал хуже? Почему лучше? Мне 70 по Фаренгейту и 45 по Цельсию. АПЛОДИСМЕНТЫ Так ты стал хуже? Почему лучше? Ты же стал хуже слышать, хуже видеть, но лучше понимать. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю за внимание. Тут листики надо перебирать. О нашем поколении, о своем. О, ребята, что такое 70? Мы на вершине склона лет. В этом возрасте, когда испытал все удовольствия, единственное, что может обрадовать, только результаты анализов. АПЛОДИСМЕНТЫ За них мы и будем бороться. Жизнь переменилась. Не так давно под веселые марши Дунаерского мы копали одну огромную яму для всех. Сейчас под павсу в наушниках каждый копает яму сам себе. В надежде встретиться с остальными. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши поколения, мы любили бесплатно. Между прочим. Мы любили бесплатно, мы считали в уме. Мы читали такие книги, что в наших глазах что-то было. От этого мы были интересны нашим женщинам. Потому что мы все запоминали. Наше поколение. За нами числятся коммуналки, почтовые ящики. Есть чем покаяться, есть чем похвастаться. Мы надеялись на новое поколение. Вот пришли и нам покажут. Но нет, пока только тело. Иногда хочется сказать. Иногда. Ребята, научитесь пользоваться микрофоном. Перестаньте нести муру. А так. В общем, у нас наступила не старость. На что надеялись многие. Это наступило будущее. А 70 лет возраст интересный. Когда умеешь то, что знаешь. И смакуешь то, что делаешь. В этом возрасте возникает настоящая семья. Ибо настоящая семья возникает, когда оба не нужны никому. Мужчина никому не нужен несколько позже. От этого и разница в годах. Этот возраст имеет по краям старт и финиш. Только на финише есть возможность исправить старт. Так как фальш финиша уже не бывает. В общем, желаю счастья всем. А также времени и здоровья, чтобы этим насладиться. И как говорил мне один таможенник. Я у себя валюты не нашел. Давайте искать у вас. Если найдем, сказал он, пропьем тут же. Я сказал, что умею предсказывать будущее. Но ненадолго. Минут на 10. И мы выпьем обязательно. И то с такой. Ну, чтобы не сгибалось. Я немножко буду говорить о возрасте. Потому что этот вопрос я уже знаю. Что такое возраст? Вот что такое старость? Это пиджак, заправленный в брюки. Как говорила девушка. Я выпила, я уже хожу по лезвию ножа. Что такое возраст опять? Вот как я. Я теперь уже выпивку считаю не рюмками, а глотками. Любовь не женщинами, а поцелуями. И еще поживем на обедненной смеси. Да. Вот я так сейчас буду читать несколько таких маленьких. Что такое тужиться вниз? Сидеть в туалете. Тужиться вверх? Произносить речь в присутствии президента. В Иерусалиме, знаете, есть стена плача. Ну, там каждый молится. И записку пишет с пожеланиями, что он бы хотел от Всевышнего. Я положил сумму в щель между камнями записку со своим телефоном. Позвони, я тебе все подробно расскажу. Физкультура продлевает жизнь человека на пять лет. Но эти пять лет надо провести в спортзале. Как сказал мой друг Шура, все-таки лучше в спортзале, чем в гробу. Не знаю, не знаю. Девица, прямо как электрик, все рассказывала о каком-то мозговом соединении. Я ей говорю, погоди с мозгами, соединим сначала другие концы. Если там пойдет, перейдем к мозговому соединению. Ах, вот твой какой. А мне нужно, чтобы мы были близки умственно. Умственно без другого соединения не получится. У меня весь ум направлен именно на то соединение. Что это за соединение мозговое? Ну, постойте, надо сначала познакомиться поближе. Там поближе и познакомимся. А если я вам не понравлюсь? Там? Там мне все нравятся. Так что решайте быстрее. Ну, хоть торт купите. Водка. Так расскажите, чем вы занимаетесь. А можно я просто покажу? У кого нет денег на дорогое лекарство для мужчин, рекомендую открытое мною. Мною открыто. Кило хлеба и кило сельдерея. И сидеть ждать. Но, конечно, она должна хотя бы прийти. Иначе, кроме изжоги... Но если она не придет, она потеряет такое наслаждение. Такое виртуальное обладание. Откуда только мастерство возьмется? То есть, кто ждет, потеряет много, кто не придет, потеряет все. Не проводить испытания тайно. Садись гордо за стол. Кило хлеба, полмешка сельдерея. Можно пиво со сметаной. На кружку пива стакан сметаны. Все разболтал, съел, включил музыку, садишься ждать. Только не усни, не пропусти возбуждение. Пропустил все сначала. Хлеб, сельдерей, пиво, сметана. Предупреждаю, без возбуждения нет соблазнения. Слова, получается, не те. Те куда-то пропадают. А они, те люди, ради которых ты жрешь сельдерей, это очень хорошо чувствуют. Они так и говорят. Я бы хоть сейчас, но слова у него не те. Вот само возбуждение дает сельдерей с черным хлебом, то есть бутерброд. А слова пиво со сметаной, то есть коктейль. Неутомимость. Конский каштан. 14 капель 3 раза в день. Огонь в глазах. Настой чабреца. 3 ложки на стакан кипятку. Осмягчает порывы. Обыкновенная ромашка с лимоном. Не путать с лимонником. Лимонник таежный, осторожней. Порвешь мебель, вырвешь радиатор. Оторвешь все, что в судорогах сватишь. Ромашкой замедляй. И главное, следи, чтобы она пришла. Иначе выбегать на улицу в твоем состоянии тюрьма. А в тюрьме насильников не любят. Ты там получишь все то же самое, но уже нет противоположного пола. На себе поймаешь грозное действие указанных мной препаратов. В общем, чтоб пришла обязательно. Квартиру обещай. Почтовый перевод на такси. Дверь открыта. Музыка играет. На плите что-то кипит. Ты весь в красном. Она по лестнице. Ты в волнении. Она без стука. Ты без звука. Она на породе. Ты в пурпуре с двумя бокалами. Себе пиво со сметаной. Ей шампанское с коньяком. Я осторожно прикрою дверь снаружи. Спасибо за внимание. И маленькая такая. Просыпаюсь утром. Пробую организм. Все ли действует. Это называется зарядка. Затем приступаю к его износу через удовольствие. Жизнь и есть износ организма через удовольствие. До свидания. Всего доброго. Михаил Звоневский. Михаил Звоневский. Кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мешу больше всех. Надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя. Мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств. Молодежь без перспектив. А ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам значить можно. Ты настоящих генералов видел? Печать, и у него месяц с перегаром отдаёт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что подышал? Ха! Лицо таких размеров. Любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. АПЛОДИСМЕНТЫ Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключён. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, всё правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. АПЛОДИСМЕНТЫ Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такое, чтоб не пить? Выпей, Мишастик. Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, да бейся, люби без слов. АПЛОДИСМЕНТЫ Эмиграция наша. Я говорю тёще, Софья Генриховна, скажите, пожалуйста, не найдётся ли у вас в свободной минутке достать швейную машину и подшить мне брюки? Ноль внимания. Я говорю тёще, Софья Генриховна, может, я как-то недостаточно вас прошу? Я до сих пор в неподшитых брюках, люди смеются. Я наступаю на собственные штаны. Не найдётся ли у вас свободная минутка достать швейную машинку и подшить мне брюки? Пожалуйста. Опять ноль внимания. Тогда я говорю, Софья Генриховна, что вы носитесь по квартире, увеличивая беспорядок? Я вас второй день прошу найти для меня свободную минутку, достать швейную машинку и подшить мне брюки. Да-да-да. Что да-да-да? Тогда я говорю тёще, сегодня ровно третий день, как я вас прошу, достать швейную машинку и подшить мне брюки. Я, конечно, могу подшить брюки за пять шекелей, но если вы старая паскуда, волокли на мне эту машинку пять тысяч километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подошьют мне брюки, то я не понимаю, зачем я вёз вас через три страны, чтобы потом мыкаться по чужим дворам? Ой-да-да-да. Что ой-да-да-да? Тогда я сказал жене, Лиза, ты моя жена, я к тебе ничего не имею. Это твоя мать. Ну ты можешь ей сказать, чтобы она нашла для меня свободную минутку, достала швейную машинку и подшила мне брюки? Ты хоть смотрела, как я хожу, в чём я мучаюсь? Да-да-да. Что ой-да-да-да. Твоя мать отбилась от всех. Тогда я сказал тёще, Софья Генриховна, сегодня пятый день, как я мучаюсь с подкатанных штанах. Софья Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чём я жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда, в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили нам всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день, и что я вам перевожу всё, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы, как вы, я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Я вам всего этого не говорю, ну просто потому, что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не найдёте свободную минуту, не возьмёте швейную машинку и не подошёте мне брюки, я вас убью без оскорблений, без нервов, на глазах у моей жены Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, пусть Лиза возьмёт. Что Лиза возьмёт? У вашей Лизы все руки растут из задницы. Она себя пришьёт к кровати. Это ваше воспитание. Софья Генриховна, я не хочу вас пугать. Вы тут как-то говорили, что хотели бы жить отдельно. Так вот, если вы сию секунду не найдёте свободную минуту, не достанете швейную машинку и не подошлёте мне брюки, вы будете жить настолько отдельно, что вы не найдёте вокруг себя живой души, не то что мужчину. И ваши попытки выйти замуж за отца моего товарища будут разбиты в такой пух и прах, что люди, увидя вас, просто будут переходить на другую сторону улицы. Что вы ностесь по квартире, как старая бандерша? Что вы хватаетесь за телефон? Это же не вам звонят. Вы что, не видите, как я лежу без брюк? Вы же не можете достать швейную машинку и подшить мне брюки? Да-да-да-да-да. Всё. Я на этом ухожу, я беру развод, я на эти пять шекелей выпью, я удавлюсь, я куплю детям мороженое, вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да-да-да. Что да-да-да? Я пошёл к Арону. Слушай, Арон, ты можешь за пять шекелей подшить мне брюки. Что такое, сказал Арон? Что случилось? Что твоя тёща, Софья Генри, не может найти свободную минуту? Достать швейную машину и подшить брюки? Может, сказал я, но я хочу дать заработать тебе. Быстро идёт. Точно такой. Сладкий и мелкий. Нет, мне не жалко. Просто нет смысла. Один килограмм. Кто будет есть? Я лично не буду. Я лично не буду. Толстяк. Какая вода? Воды. Мне воды. Какая вода? Плюс девятнадцать. Мне с сиропом. Ещё воды. Почём шашлык? Ещё шашлык. Где вода? Мне воды. Ещё шашлык. А бублик? Фу, мне лежат. Ничего, пусть придёт. Я належусь. Ничего, что чужой. Я окунусь. Какая вода? Плюс девятнадцать. Папа, 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 папа. Столичная знаменитость. Ту-ту, царин, царин. Очаровательно, очаровательно. Вот вам она, Одесса. А что-нибудь смешное? Ну, Одесса, я же жду. Ну, как вы запустили свой город? Ну, Одесса. Ну, пошутили. Ну, где же ваша рыба, Одесса? А где же ваш привоз, Одесса? Где колорит? Ну, где колорит, Одесса? Павлик пробует кататься на доске. А-а-а, а-а-а, я лечу в воду. Во-во-во, я чуть не убился чуть. А-а-а, тебе куда ж тебе? Тебе уже пятьдесят. Куда ты лезешь? Какая доска? Я не могу держаться, не могу. Уберите детей, уберите. Павлик, у тебя кости не страстутся. А-а-а, я хочу, а я хочу. Какое вам дело какое? Ну, не мешайте, пусть гибнет сам. Очень хорошенькое. Тюк-тюк-тюк. Нет, 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 не знаю. Нет, 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 не знаю. Нет, нет. При чем тут вы, аще? Я вас аще не знаю. Шляпа в плавках. Петя, Петя, Аня, жара. Что она так загорает? Она ж черная, как казанок. То, что не наша. Ай, извиняюсь. Рыбак. Волна. Эй, вы в маске. Вы все равно мияете. Посмотрите, что у меня с каучком. Отцепляйте, отцепляйте каучок. Из воды. А что вы дергаете? Что вы дергаете? Я не дергаю. Вы же, вы уже отцепили? Вы же дергаете. Я не отцепил, потому что вы дергаете. Я не дергаю. Я пробую. Что вы пробуете? Дайте я отцеплю, потом дергайте. Понял? Вы опять дергаете. Я цвырк, вы дергаете. Я цвырк, вы дергаете. Что вы тянете? Жадный. Оса, бегите, бегите. Не прижмите ее случайно. Они все на вас. Выбросьте, выбросьте булочку с жемом. Выбросьте. Я не выброшу, я же с работы. Бегите, бегите. Их возле вас скопилось. Ныряйте, ныряйте. Бросайте булку. Не брошу, я с работы их. Смотрите, он с булкой нырнул. Он ест там в воде. Какой ужас. Какой ужас. Чуть холодает. Что там случилось? Кто это движется там в далеке? Я там бегу. Ох, ох, ох. Бегу от инфаркта, бегу от всего. Бегу от себя. Ох, ох. Собака пристроилась. Не обгоню. Рот как дупло. Ох, ох. Мне полчаса. Бегом. Ох, душа без воздуха. Что-то там белька есть вдали. Нога. Одна. И это все? Нет, вот вторая. Где первая? Есть. Вот камень, камень. Как обогнуть, боже. Ох, ох. Здесь где-то будет второе дыхание. Мне обещали. Ох, ох. Надули. Первое кончается, второго нет. Ох, ох. Ох, ох. Брюки нечем потянуть. Ох, ох. Нечем плюнуть. Нечем мыслить. Только предметы. Асфальт, асфальт, асфальт. Трещина. Только не вдоль. Только не вдоль. Есть. Бегут от семьи, бегут от детей. А я от чего? А я от себя. На этой скорости не убежишь. После такого бега любая жизнь покажется. Все, все, все. Уже полчаса. Уже без каких-то десяти минут. Все, все, все. Жив. На обратный путь пешком ушли те же двадцать минут. Что-то связанное... Что-то связанное с Эйнштейном. Вот и пустеет. Вот и пустеет. Хороший был день. Хороший был день. Убегай, тучка. Убегай. Работает дискотека. Не стоит брать по сто грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку, масса сливочного. Не стоит, не стоит. День такой прекрасный, море голубое. Спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по сто грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже. А здесь хоть и видно море, но в стороне. Договорились, да? Значит, я повторяю. Не берем по сто пятьдесят грамм водочки, огурчиков соленых, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем, дальше не берем. Редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. А мы же как раз не берем по двести грамм водочки, остро охлажденной, селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких, с чесночком, только не натертой, а кусочками, да? Картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского, наваристого. Обязательно с помпушечкой. Кстати, он у вас с помпушечкой, да? Не берем. Нет, нет, мы просто так зашли. Ну, мы узнать зашли, узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают, вон турник, все разминаются, а мы как идиоты. По двести пятьдесят грамм водочки, томатный сок со льдом, а зачем селедочка с картошечкой, масса сливочная, редисочка, и борщ, на главное, в горшочке горячей, с помпушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньем. Видите, что у вас получается? Нет, нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем. По триста грамм водочки. Нет уж, постарайтесь вычеркнуть как следует. Потом вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, с уксусом, подсолнечным маслом. А картошечка какая? Молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик, помидорный огурчик, не дед. Мы пошли, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Унесите по триста пятьдесят грамм водочки. Унесите также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масса сливочная со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Люди о нашей жизни. А сейчас, наконец, рассказ подрывника. Вы хотели дать цветы? Потом. 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 Сейчас. Сейчас. Спасибо большое. Или это вам спасибо. Рассказ подрывника. Я, в общем, тут недавно чуть не подорвался. Просили рассказать. Мамаша, что я не понимаю, дети могут не выходить. Да не беспокойтесь быть. Да что быть. Все такие нежные быть. Ну, действительно быть. Чуть все не сыграли. В степь, канал. Идет боржа. Белые, длинные, как... Ромашки, ну, просто... И тут подрывники суетятся, как... Последние... Заложили килограмм пятьсот тола или тротила. Его знает... Провода у них длинные, как... Ну, и тут надо было дернуть за... Ну, и тут... Ну, и тут... Главное, их не орет. Ну, маклу платком. Но только по платку... Прошу. Если дернешь... Без платка... Мы же на борже... Не надо... Тебе дергать... Без платка. Не стоит вот тебе там... Как бы... Дергать. Ну, он только собрался. Тут все готово. Огромная боржа. Поле огромное... Ну, как это... Огромное... И не одной... Вокруг. Плоское... Ну, действительно, как... Очень похоже на... Ну, такое... Все прямо... Ну, вроде как бы... Он уже поднял платок. Мы думаем... Ну... Бинокли... И тут кто-то как заорет... Стоп! 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 Типа... Прошу... Стоп! Ну, умоляю... Главный мегафон. Кто крикнул стоп? Кто крикнул стоп? Я сейчас из нее... Я ее сейчас... Кто? Мы же... Мы же боржа! Мы же в определенной точке. У нас... Заднего хода же нет. Нас же как бы... Несет... Как тормозить? Какой ногой об... Какие берега об... Я сейчас... Уволю... А тот... А я, в общем, на вас... На вашу боржу... На ваш канал... На всю эту вашу степь... С вашими этими... Окрестностями... Ты ж смотри, какая-то плывет... Вещь... Глядят все... Всплыл... Тротила летал... Вся в проводах... Никто же не знает... Они же специалисты... Как она ту боржу догнала... А мы же все на борже... Они там дернут... Мы же... Разлетимся, как вороны... Мы все цепляемся за борта... Если они дернут... А тот пацан... Все... Если б не тот... Я вначале говорю... Что ты орешь? Ты молись! Ты этого пацана должен поцеловать... Ты должен его обнять... Это ж был бы полный... Ты в свою дуську... Никогда... Вот такая приключилась... Во! Пацаны, первый раз читаю... Извините, пожалуйста... Тут, конечно... Вот на то, чтобы написать... Уходит мало времени... Но... Чтобы исполнить... Вот это я привык... Пилот пробежал по самолету... И вскрылся в хвосте... Потом выскочил... Граждане, отвертка есть... А ключ 1416... Нет, пассажиры называются... Сволочи... Бросился обратно... Из кабины выскочили двое с ведрами... Без паники... Побежали за ним... Стюартеса с криком... Стюартеса с криком... Нет, ты этого не сделаешь... Заперлась в туалете... За ней вышел солидный мужчина... Граждане, пассажиры... Я командир корабля... Не волнуйтесь... Все в порядке... У меня простой вопрос... Кто-нибудь может посадить самолет? А попробовать нет желающих? А стюартесы кто-нибудь работал? Странные у нас сегодня пассажиры... Ладно, извините, не волнуйтесь... А вот это... Может, какой-нибудь компас есть? Девочка, плакать не надо... А поискать стоит... Кто же нет? Да что это с вами сегодня? Что я не попрошу? А карта вот этого маршрута? Ну, хотя бы автомобильных дорог... И дорогу наизусть никто не знает... Что ж вы приперлись, извините? Его сзади затягивают в кабину? Да нет, я просто выразил удивление... Как они такие неподготовленные? Это всё ж киполёт... Что ж, пришёл, сел и полетел? А как? Куда? Надо ж как-то понимать... Выснулся командир... А простая верёвка белевая у кого-нибудь есть? Галстук не подойдёт... Верёвка нужна... Это ж длина не та... Надо ж соображать... Что за пассажиры? Как можно такими безалаберными? Ладно, вы верёвку ищите... Зоя, иди поговори с ними... Вышла расстроенная стюардесса... Заметила пассажиров... А вы все куда летите? В Новосибирск... Все туда? Это ещё часа три лететь... Кто-то хочет чаю? Только один, один кто-то... Из хвоста вылетел второй пилот... Клейку ленду дайте... Кусок железа... Что-нибудь тяжёлое... Оттуда, если есть удары... Крики на меня давай... Ещё бей сюда... В салоне потух свет... Снова выскочил пилот... Пассажиры, свечи нет? Лампада, фонарь... Хотя бы керосиновый... Спичка, зубочистка... Давай зубочистку... Что у тебя руки дрожат? Пассажир называется... Ты вообще к полёту не готов... Иди на место сосредоточься... Всё, сейчас будем садиться... Только без паники... В кабине всё слышно... Полная тишина... Хоть бы один прибор... Ай, чёрт... Дайте мне обыкновенную сапожную щётку... Заколку для волос... Скрепка, давай... Ой, чудо, как раз подошла... Всё, тишина, будем садиться... Будем использовать третий закон Ньютона... Первые два суки не сработали... Ты понимаешь? Так, тишина... Не кричать нет сейчас... Так, давай, давай, давай... Сейчас все вместе... Я это беру на себя... Всем мне помогает... Это на себя... Тянем, тянем... Тянем это от себя... Так, есть, есть... Так, хорошо... Душу, мать, три креста... Земля сели... Всё, поздравляю... Сейчас глянем, что за город... Пассажиры... Воронеж... Пилот... Ну, хотя бы... Полёт, богомать, окончен... Экипаж бля-бля-бля-бля-бля... Благодарит вас... За то, что вы выбрали нашу компанию... Я люблю заснуть и проснуться среди запасов... Весь в продуктах... Хоть какое-то спокойствие на какое-то время... А кто знал, что уксус будет, а исчезнет горчица? Ну кто? Если у нас в доме Хироманска, так она всё о любви... А когда проще раскинуть насчёт продуктов, неверные сведения даёт... Мы в одном месте ажиотаж взвинтили... Косторки набрали его ледова... А он есть и есть... А наоборот, исчезли от головной боли и тройчатки-петерчатки... Так у всех сразу как схватила голова... Видимо, все об одном и том подумали... Но тяжёлое это дело... В жизни не догадайся, что завтра пропадёт... Потому что если бы догадывались, что завтра пропадёт... Все бы сегодня бросились и сегодня бы пропало... А так никто не ожидает... Все спокойно прохаживаются... И вдруг кто-то первый вскочил, выскочил и все забегали... А этого уже нет ни в Москве, ни в Воронеже... Ибо здесь очень важна одновременность, чтобы не создавать очередейки... Я удивляюсь людям, ходят, щупают кастрюли и не берут... Утюги стоят, бери... Один есть, второй бери, второй есть, третий бери... У меня в доме всё по два, по четыре, по шесть, по восемь... Дверь нельзя открыть, кастрюли нагло упадает, мука сыплется... Постное масло отовсюду вытекает... Зато месяц могу автономно просидеть, как в подводной лодке, без сбыта... Всё знаю, изучение покупательского спроса... Да как можно изучить спрос, если спрос сам мечет, как угорелый, изучая сбыть? Потому что сбыта завтрашнего мне не думает... А спрос аж бледный стоит на кадре... Сбитень варим у себя... Соседка снизу прибежала... Что вы здесь делаете? Сбитень варим... Встань, трава, старинный русский напиток... Вода, сто грамм сухого вина, мёд и варится... Как только закипит, вливаем водку и гасим... Пить тёплую... Соседка прекратила кричать, присутствовала... Сосед присутствовал... Дальние соседи пришли... Чего делаете? Почему тишина? Сбитень варим... Встань, трава, старинный русский напиток... Мёд, водка, пить тёплую... Соседи присутствовали... Весь двор затих... Участковый явился... Почему подозрительно? Сбитень варим... Старинный русский напиток... Встань, трава, светлеют горы... Пьём тёплую... Участковый побежал, переоделся... Выпили сбитню... Посидели... Разошёлся двор... Зашумел... До поздней ночи свет... Люди во дворе... Кто погоду не разговаривал... Помирились... Радиолу поставили... Дерево облезлое полили... Стол под ним... Ворота закрыли... Окна открыли... Танцы пошли... Любовь пошла... А глаза вслед добрые... Каждый ключик сует... Идите ко мне... Посидите у меня... Песни пели... Старинную раскинулось море... И современную нежность... А посреди двора котёл... А из него пара ж по всем дворам... Пока в ворота не застучали... Чего у вас там? Сбитень варим... Старинный русский напиток... Встань, трава... Отвечает участковый... И помешивай... Помешивай... Сбитень варим... Сбитень варим...